Айс Амар, Испания, Юм, интернет, нэнтамэна, тасны, инг, драм Нэнтамэна, тасны, инг, драм, мэгабайти Амар, Ромингум, Ева, Скарасу, Нэрку, Еркрум Юком, дзель, хангасты, оператора Едут! Едут! Да приехали уже, вот они! Добро пожаловать, гости дорогие! Бобро пожаловать на красный диванчик 11 часов 3 минуты, доброе утро! Доброе утро! Добро пожаловать на красный диванчик! Сегодня у нас на красном диванчике Олег Колпачиков Председатель организации незрячих «Белая трость» Из России, из Екатеринбурга у нас гость Доброе утро! Доброе утро! Ну и Арик Назарян, человек, который уже не раз бывал на этом красном диване Общественный и культурный деятель О, как меня это умиляет Сотрудник библиотеки для незрячих Организатор фестиваля «Паруса духа» Тебя что больше умиляет? Красный диванчик? Нет, просто присутствует Олег Назарян Или его связь с красным диванчиком? Именно так! Ну что ж, доброе утро! Здравствуйте! Скажите, какими судьбами здесь у нас в Армении? Ну, я тогда начну, да? Да! Проект «Паруса духа» — это кругосветное путешествие на яхте с участием инвалидов И дело в том, что третий год мы делаем инклюзивный парусный лагерь на озере Сиван Инклюзивный — это значит с участием людей с инвалидностью Три года назад познакомились с интереснейшим человеком С Амвелом Растамяном Вот, у меня были на конгрессе людей с инвалидностью здесь в Ереване Мне сказали Сейчас, смотрите, я рассказал о том, что у нас проект «Паруса духа» И говорят, мы сейчас познакомим вас с армянским тренером по парусному спорту Ну, для меня тогда это уже было так немножко Армянский тренер по парусному спорту И Амвел приезжает, я ему рассказываю про «Паруса духа» Говорю, вот, под парусом, с инвалидами Обычно это всех так удивляет С Амвел спокойно, говорит Он говорит, я слепых тренируюсь с 96-го года Вот, я такая, шуя, я чуть не прозрел в этот момент Да, я говорю, ничего себе, да Как здорово Он говорит, что поедем на Сиван завтра С нами был вице-президент французской ассоциации слепых Марка Фран И мы втроем поехали на Сиван в Армениан Кэмп Вот, на эту базу прекрасную, да На которой мы завтра открываем доступный пляж и я-клуб И вышли под парусами Я понимаю, что действительно человек это очень опытный Опытный именно в парусе, в инклюзии То есть это человек, который не то, чтобы там слепым или инвалидам помогает Это человек, который на самом деле организует взаимодействие инклюзивное Что вот очень важно Между людьми с инвалидностью и людьми без инвалидности Причем такое инклюзивное взаимодействие, которое всем выгодно То есть это вот не бесконечная помощь инвалидам Которые уже все устали, да А это вот настоящее такое партнерство, да Между людьми с инвалидностью и людьми без инвалидности И вот оно продолжается сейчас Вот прекрасно у нас сейчас пара, да, инклюзивная с Ариком Мы сюда пришли Оба занимаемся слепыми людьми Оба занимаемся парусным спортом, да Ну вот Арик Ну он еще и рок-музыка Рок-музыка, да Ну я могу танцевать симпатично Вот, и вот это вот такое инклюзивное взаимодействие партнерство Это настоящие социальные инновации, которые И вот оказалось, что в Армении они развиваются очень давно Да, есть люди, прямо специалисты в этом В России И мы стараемся делиться вот нашим совместным опытом У нас участники есть из Франции, из Израиля Ну да, я, кстати, напомню, что Самуэлла Ростумен Это председатель Армянской национальной федерации инвалидного спорта Вот именно с ним вы познакомились А почему вот именно Армению выбрали? Ну я, во-первых, я люблю эту страну Да, у меня, да Сейчас я 25 лет слепой А в Армении я был еще в 91-м году, когда зрячий был Мало того, что приезжал сюда за рулем Я помню, через Грузию, да, из России До сих пор наизусть помню дорогу между Ереваном и Ленинаканом Здесь жил там по месяцу, по два Да, мне нравится культура, страна, красота, кухня Люди, люди, да, в первую очередь Ну и причем мы же понимаем, да, что Именно в самой внутри Армении люди, они Немножко другие не отличаются Чем те же люди с армянской национальностью в других странах Да, то есть есть особая вообще культура, уникальнейшая Вот, и это в первую очередь И во вторую очередь вот такая случайность и не случайность Когда мы попали на Конгресс Мы нашли здесь вот очаг социальных инноваций мирового уровня Я имею в виду Санвелла, я имею в виду Арега Я имею в виду Армениан Кэмп И вот этот вот инклюзивный парусный центр Это реально социальная инновация мирового уровня И вот две вещи сошлись Древняя старинная культура, прекрасный народ И уникальная технология Технологии, ну и у людей, да, с уникальным опытом Потому что таких людей, которые так работают с людьми с инвалидностью В мире, в самых цивилизованных странах, очень много На самом деле, вы меня вот сейчас поражаете Потому что я первый раз об этом слышу И я даже представить не могла, что у нас есть такая организация И что она настолько вот занимается не просто тем, что складывает деньги себе в карман А действительно каким-то образом помогает и делает все для того, чтобы это развивалось Чтобы эта помощь была именно вот в качестве помощи людям А не помощи себе Вот это реабилитация вообще вот этих людей Потому что мы вот с вами до эфира еще как-то пообщались Вы сказали, что ну просто такие чудовищные цифры, да? Вы проценты называли Сколько вот таких людей? Да, чудовищные цифры на самом деле То есть представьте, вовсе у нас 15% людей с инвалидностью 15% Вот я представитель крупнейшего меньшинства в мире А у нас где-то меньшинство в мире? По домам, по больницам, в лучшем случае По санаториям все прячут их А у людей же богатейший потенциал Богатейший потенциал И очень интересно, что благодаря Выяснилось, что благодаря инвалидности у тебя вообще особые способности Экстрабилити развиваются А оказалось, что эти способности можно использовать на благо другим Можно передавать это людям без инвалидности А мы обучили, мы реально обучили 15% нашего общества по всему миру Сожалеть о своей инвалидности То есть абсолютно нормально среди людей с инвалидностью Абсолютно нормально сожалеть о своей инвалидности А какая может быть нормальная часть реабилитации Если ты сожалеешь о своей инвалидности И для многих же людей с инвалидностью Ну реально, мне обратное зрение невозможно восстановить Да это уже не надо То есть мне надо развиваться как к слепому человеку, понимаете? Вот. А вся реабилитация направлена до сегодняшнего дня была, что, ну, как будто мне каким-то образом глазки вернуть. Мне не надо глаза возвращать. Мне надо развивать свои особые таланты и способности, и мне надо искать те места в мире, где я могу их реализовать. За счет вот этих способностей, как я могу быть полезен другим социальным группам, понимаете? Ну, конечно же. А у нас мы обучаем, представьте, детей там, взрослых, мы обучаем сожалеть о том, что они инвалиды. А какая может быть реабилитация? Кто будет в это вкладываться? Все сожалеют. Искренне причем мы же научили детей искренне сожалеть о том, что они инвалиды. Представляете? Тут должна быть определенная сила духа, потому что, ну, даже сложно представить, да, вот когда он человек постигает это. Не хочется? Вот лично у вас как было? Не хотелось сначала махнуть вообще на все руками? Конечно. Обида на весь мир. Все гады, сволочи. Всем повезло. Мне одному не повезло. В 19 лет же потерял зрели. Да. И вот как вы вот с этой ситуацией справились? Работаешь, работаешь, правда, сохраняешь активность. Счастье у меня наступило, когда я научился ходить с тростью самостоятельно. Это случилось. не быстро. Через 15 лет после того, как я ослепил. Встретил, опять же, человека, который не сожалеет о своей слепоте, Мишу Войцковского. Он с песнями, с танцами по городу ходит. Я говорю, Миша, ты меня тоже так научи. Но он меня быстро научил, и я тоже хожу. И с тех пор я счастливый человек. И плюс, да, мы открыли несколько таких интересных технологий, благодаря которым слепые очень хорошо влияют на зрячих и помогают зрячим. Допустим, как мини-тренинги, прогулки с завязанными глазами, тренинги в темноте. И вот такие вещи мы открыли там лет 7 назад. И мы поняли, что слепой человек, благодаря своим особым способностям, может очень быстро помогать зрячему человеку, вот, тоже открыть свои способности. И когда мы увидели вот такое уникальное влияние слепых людей на других, попробуйте после этого быть несчастливым. Ну да, конечно. Вот, ну давайте поговорим вот об этом событии, о рок-фестивале, да, который пройдет. Завтра он будет, да? Нет, он будет в сентябре. Это будет в сентябре. Мы просто так, у нас в связи с открытием доступного пляжа и яхт-клуба, Олег приехал, и по поводу мы занимаем организацию. Доставляет доступный пляж. О, это скорее Олег. Да, если можно. Мы говорим про, вообще мы говорим про инклюзивный парусный центр, да. Доступный, это, он сделает, развивается на базе Armenian Camp, да. Это лагерь, да, состоящий из домиков. В домиках сделаны доступные комнаты, доступный душ, там, с горячей водой, то есть проживание. Плюс сделаны доступные дорожки прямо на пляж, на берег Сивана. Все это на берегу Сивана, неподалеку от деревни Арданиш, да. Вот, и сейчас сделали дорожки. Дальше мы привезли специальную коляску для купания, французскую такую, для купания людей. Меходячую. Ну да, колясочную. Причем мы привезли такую коляску, которая доступна для людей с самыми тяжелыми поражениями. Вот, спасибо, кстати, госкорпорации Росатом, которая поддерживает эти проекты. Вот, мы сделали причал, с которым может будет, раньше мы садиться на яхты, да, специальный причал, тоже на который можно заехать. Дальше есть проезд к лежакам. И вот, это такой комплекс, да, который позволяет и людям, там, с проблемами опорно-двигательного аппарата, да, коляскникам и купаться, и заниматься парусным спортом. И людям с инвалидностью по зрению тоже заниматься парусным спортом. Важно, что там будет не только парусный центр, не только пляж, там можно будет позаниматься каякингом. Да, да, да. Да, каякинг. Что это, типа байдарки? Это типа байдарки, и мы делаем интересное соревнование, то есть, в каяке по одному человеку с веслами с разных сторон, да, и один слепой, второй зрячий. Очень интересно тренироваться и соревноваться, и это тоже развивает инклюзию. Плюс, с прошлого года мы развиваем инклюзивный фридайвинг. Это ныряние на задержке дыхания. То есть, у нас и зрячие, и слепые ныряют на задержке дыхания, причем у нас слепые люди ныряют на 32 метра. Обалдеть. Да, да, на задержке дыхания. Вот, и зрячим фридайверам очень нравится, это тоже взаимодействие со слепыми людьми. В этом году мы ныряли на Балтике, в Балтийском море. Вот, мне самому удалось в первый раз в море нырнуть, там, на 15 метров. Очень интересно, да, это тоже всем рекомендую. И это будет часть тоже программы в Арменин Кэмпе, вот, в инклюзивном парусном центре Паруса Духа, который завтра открывается вот в Арменин Кэмпе. Мы всех приглашаем, и завтра, и приглашаем обязательно участвовать в инклюзивных мероприятиях. Приезжайте тренироваться, отдыхать туда в любые дни, да. И мы будем делать парусный лагерь с 23 сентября по 3 октября международный. И вот тогда как раз и пройдет фестиваль. Да. Ну, отдельно об этом еще скажем, конечно, напомним. Кто будет участвовать в этом году? В этом году из России приезжают два состава. Один из Санкт-Петербурга и один из Петрозаводска. Из Петрозаводска уже знакомый нам Владимир Рудок, который уже третий год приезжает. Да. Из чего все началось? Кстати, Рудок был у нас, найден тоже диван, и это было, по-моему, позапрошлым году. Позапрошлым году, да, совершенно верно. Ну, с чего все началось? Как мы в рамках этого лагеря ежегодного, мы каждый год делали концерт. Ну, ближе к закрытию лагеря, там, как бы, небольшой концертик. В прошлом году сделали концерты на Сыване, и в Ереване в клубе Стоп понравилось. То есть с участием того же Володи и так далее. В прошлом году приезжала еще Фоминан из Санкт-Петербурга. Она, у нее такая группа, которая с ирландскими мотивами. С этническим подтекстом. Да. Вот. И она будет со своей группой. И вот группа Володи Рудока. Понятно. Причем вот эта группа, которая с ирландскими напевами, они, значит, тоже слабовидящие. Да. Да. Ясно. Понятно. Потом, есть какие-нибудь планы вообще? И знаете, вот интересуется, а кто, кроме Росатома, вас спонсирует? Да. Это же не дешевое удовольствие, да? Вот это все. Во-первых, все, что самое интересное, да, мы вкладываемся сами. В том числе личными деньгами. Всегда. Это наш принцип. Вот это важно. И мы приучаем людей с инвалидностью. Потому что вам нравится вот то дело, которое мы делаем? Я вас прошу. Да, конечно. И нам тоже нравится. В первую очередь мы все вкладываемся сами. Это первое. Второе, Росатом, да, помогает нам. Значит, хочется поблагодарить группу компаний Ташир. Первый лагерь, да, в Армении был при поддержке. Росотрудничество поддерживает, да. Российский Центр науки и культуры и ресурсами, да, и творческим, и людьми тоже. Вот. И мы сейчас ищем новых партнеров, да, к развитию вот идеи инклюзивного рок-фестиваля в этом году. В следующем году, так что приглашаем всех желающих, кто хочет вложиться своим творчеством, ресурсами, может быть, финансами, и в развитии вот инклюзивного партнерского центра. И главное, в развитии вот идеи инклюзивных рок-фестивалей, которые в этом году мы в Ереване в один день делаем. В следующем году мы хотим сделать уже на открытом воздухе, может, это будет на озере Силан, да. Посмотрим, почему время покажет. Да, и поэтому, да, хочется пригласить всех. И вопрос по спонсорству и по поддержке, он очень важный. Потому что те люди, которые вкладываются там финансами, вот когда мы делаем такие дела, финансы это седьмой вопрос. Оказывается, много очень вещей мы можем сделать, вложившись тем ресурсами, которые у нас уже есть, да. Я вот те организации перечислил, людей перечислил, которые вкладываются, и люди с удовольствием стали вкладываться финансами. На самом деле, на самом деле, вот если сравнить с другими программами, связанные с инвалидами по цифрам, это не такие большие деньги. Да, действительно. Это не большие деньги, но какие-то. Это не большие деньги, но очень такое хорошее применение качественное. Да, какая нужная помощь. Да, и важно, еще раз говорю, что кроме денег люди вкладываются творчеством, ресурсами, своими идеями. Это самое ценное. Ну вот, пользуясь случаем, вы обратитесь к тем людям, вот самое же главное, вы говорите, 15% таких людей, которые просто сидят дома и не выходят, видимо, стесняются. Да. Первый шаг, что надо сделать этим людям? Полюбить себя, наверное. Первый шаг, нет, первый шаг надо двинуться, первый шаг механически двинуться, выйти из дома, потому что полюбить себя дома невозможно. Дома ты в своих тараканах, в своих ужасах, в своих... Я тоже 15 лет не выходил, не ходил сам, я думаю, пойду по улице меня там, что-то дети дразнить будут. Ну, сидел вот так вот. Ну, не сидел я, а ходил сопрождать. А когда вышел на улицу, оказалось, все помогают. И не видит ребенок. Вот 10 лет не могу поймать ребенка, чтобы меня подраздел, да. Первое, это механически надо сделать, прям механически сделать какое-то движение. Вот я, только что мы в Балтийске делали регату, и там нас охраняла женщина, подполковник милиции, и она рассказала, у нее отец тоже бывший военный, ослеп, ну, уже в 60-ти годах, и лежит дома. Ему даже уже лень до... И он стеснялся, до балкона, говорит, лень дойти. А он не больной, он просто не видит. А он привык, что он офицер, красивый. И вот все в голове, да, что как я пойду слепой на улицу, как это будет выглядеть. На самом деле, он бы пошел, и все бы в жизни изменилось, понимаете. Потому что слепой, когда выходишь на улицу, это удивительно, в какой мир попадаешь. Вот просто все помогают, разговаривают с тобой, да. Но он лежит дома 10 лет и воюет со своими тараканами в голове, представьте. А если он выйдет из дома, начнет ходить, да. То есть надо механически просто двинуться. Завтра с утра подумать, как я смогу доехать до деревни Орданиш, потом кому я позвоню, чтобы узнать, где находится Армения. Ну, конечно же, нужна вот именно помощь других людей, хотя бы вот на первом этапе. А ее надо попросить. Надо. Ее надо попросить, сказать, ребята, мне завтра, мне вчера позвонил из Ленина Кана наш друг Окопчик, да. Вчера позвонил, он говорит, открытие лагеря, да. Слушай, хочу приехать, там надо что-то помочь с бензином. И он говорит, всю сумму, я говорю, всю сумму не могу, давай пополам. Он говорит, я говорю, давай пополам, все. Он говорит, давай пополам, и все, завтра Орданиш, он слепой, он приедет к нам в Орданиш, потому что он позвонил и попросил. Все ясно. В общем, надо просто задать вопрос, задать вопрос, и вот эти комплексы надо бросить. Конечно, да, потому что самое обидное, знаете, что в нашей жизни? Самое обидное. Самое обидное в нашей жизни то, что все равно придется жить хорошо. Все равно. Конечно, это здорово, здорово. Действительно, ваш оптимизм. И вот, конечно же, результат вашего оптимизма. Олег, скажите, а география вот ваших поездок, фестиваля, она обширна? О, в этом году мы делаем шесть инклюзивных регат в трех странах, да. Вообще, мы были, Европу почти все обошли, на Балтике мы постоянно делаем экспедиции, на Байкале делали экспедиции, в Таиланде, на Кубе, в Средиземном море, в Израиле. В следующем году у нас будет экспедиция у берегов восточных, Африки, а может быть по озеру Виктория сейчас, да, думаем, да. Это реально география, такая мировая получилась. Да, это конгресс людей с инвалидностью у нас в следующем году в Африке. В этом году у нас экспедиция будет в Танганрог, Севастополь. С конгрессом людей с инвалидностью в Севастополе в сентябре тоже всех пользуясь случаем приглашаем. География огромная. И самое главное, что люди с инвалидностью нужны, востребованы в разных странах в этих экспедициях, нужны, представьте, нам нужны продвинутые слепые, нам нужны продвинутые колясники, нам нужны люди с инвалидностью в мире нужны, но нужны те люди, которые не перестали сожалеть о своей инвалидности. — Скажите, а вот хорошо, если к вам обращаются люди, которые, в принципе, уже на грани, да, они не умеют так жить, но они хотят, может, что-то попробовать, но они не знают, что такое парусный спорт, они не в курсе всего этого. Есть ли у вас инструкторы, которые этому обучают? — Конечно, да, у нас есть. Здесь вот можно в Ирвененкемпе обучиться, можно у нас по ходу экспедиции в Екатеринбурге, на Балтике. — Не, ну понятно, что человек, я не знаю, там, из Петрозаводска, к примеру, не сможет приехать в Армению, потому что это дорого и далеко. — Почему они не сможет? — Не, ну если обратиться в организацию, вы свяжетесь с вами, то, наверное... — Да, билет стоит, одну пенсию. Вот вы можете в счастье свою одну пенсию уложить? — Да, российскую пенсию. — А, да, российскую пенсию, да, можете в счастье вложить свою. Смысл в том, что полтора часа под парусом или день в экспедиции, полтора часа в регате или день в экспедиции, ты практически гарантированно навсегда качественно меняешь свою жизнь в лучшую сторону. Это у нас гарантия в курсе. — Естественно. — Да, и поэтому любой человек с любой инвалидностью в любой там ситуации может спокойно поучаствовать, да, вложиться обязательно. Это обязательно надо. У нас одно из условий, что не обязательно там все деньги платить, но человек чем-то должен вложиться. — Понятно. — Потому что иначе это все будет опять бесконечная какая-нибудь благотворительность, там, помощь, унижение вот это. А человек должен встать и сказать, ребята, я хочу счастливо жить, да, давайте, мы же не, знаете, бывает просто возьмите меня, вы возьмете меня, не возьмете в пару саду. У нас такого нет. У нас звонит человек, говорит, я хочу с вами все, давай. — Сказано, сделано. — Да, конечно, да. — То есть не было ни одного случая, когда человек захотел, и у него не получилось. И не было ни одного практически случая, когда он прошел с нами или получался в регате и не изменил к лучшему жить. А это уже сотни людей по всему миру за 7 лет проекта. Это опыт. Поэтому все паруса духа, нам очень нужны, кстати, радиоведущие паруса духа, я смотрю, вы что-то так немножко задумались над будущим, да. Мы же еще, наш проект не только для людей с инвалидностью, наш проект для людей без инвалидности, который тоже здорово меняет свою жизнь благодаря вот этому взаимодействию. — Нет, я с удовольствием в качестве радиоведущего паруса на парус я не встану, даже не просите, даже не просите в байдарку и под парус я не встану. Извините, я люблю животных. — Обращайтесь к нам по любому поводу, вот поможем обязательно. Ну а вам, Олег, вообще и Орек, желаем всего самого удачного. Спасибо, что нашли время, зашли к нам. Обязательно будем, я буду присутствовать и на фестивале, значит, в сентябре. — Как бы это ни звучало, может быть, вычурно, но все равно скажу, вы делаете просто великое дело, на самом деле великое. — Спасибо вам большое за это. — Спасибо большое. — Вам спасибо. — Вам спасибо. Ну что ж, я напомню, что в гостях у нас были сегодня Олег Колпачиков, председатель организации незрячих «Белая трость», Россия и Орек Назарян. Один из организаторов фестиваля «Паруса Духа». — Олег и Орек. — Да. — Да. — Спасибо большое. Мы с вами, конечно же, друзья, еще не прощаемся. Наоборот, говорим всем доброе утро. — Доброе утро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...